Добрый день! Только что прошел с блеском и с триумфом по экранам мира американский многосерийный фильм, который у нас почему-то называют сериалами «Мир Дикого Запада». Правильнее его, конечно, назвать «Западный мир», перевести. И этот фильм помогает нам еще раз задуматься при помощи тех великолепных способов, то есть примеров, которые нам предоставляют, о том, что такое человек, что такое сознание и чем сознание, то есть человек отличается от сознания робота-андроида. Понятно, что робот-андроид – это штука совершенно невозможная, небываловая, но это хороший способ, чтобы поговорить о серьезных вещах на примере художественного материала. В самом деле, очень трудно понять, чем отличается, скажем, Долларес от какой-нибудь героини Достоевского, которая выглядит чрезвычайно живой. Ну, по крайней мере, так выглядит. В самом деле, вот Долларес, она меняет различные роли. Ей написали одно в память, потом написали второе в память, потом есть третья в память, то она вайт, некое существо, которое всех убивает, то после этого она разыгрывает чрезвычайно сусальную картинку по поводу того, что она дочка заботливого отца, любящего всецело свои стада и свою дочь. И она любит рисовать на природе. И после того, как ее родители убивают, она бросается туда, убивают ее возлюбленного, и после этого ее изнасилуют. То есть цель ее в мире Дикого Запада, в последней ее роли, она соответствует в том, что она предназначена, как бы, получается, для изнасилования. Вот она предназначена, но, тем не менее, картинка одна и та же. То есть она каждый день разыгрывает одну и ту же роль снова и снова, пока ее не поставят на какую-то другую должность. Действительно, робот и ее отец испортился, и на его место поставили совершенно другую модель человекоподобного существа. Точно ту же картину мы видим и в реальном мире. Но в самом деле мы тоже повторяем как бы одни и те же, ну, не трудно сказать, роли, а или одни и те же устойчивые формы, в которых мы существуем. Вот, скажем, любимая персонажа из «Белой ночи» у Достоевского, некая девушка, которая всецело похожа на всех остальных девушек. Вот она готовая форма любви. Здесь появляется какой-то молодой человек, который ничего не сделал, абсолютно ничего. Он только раз зашел, в театр пригласил. Но она, поскольку является формой людьми, а тут же этот механизм работает. Вот она любит, и вот она готова выйти за него замуж. И он ровно такой же. Он приходит, делает все дела, и после этого он к ней приходит, и они, что называется, воссоединяются. Разница между Долларес и персонажем Достоевского, или жизненным персонажем, только в том, что она разыграет эту роль один раз. Долларес разыграет эту роль сотни раз, но она разыграет эту роль, грубо говоря, всякий раз думая, что она единственный раз. Дальше ей придумают какое-то другое воспоминание, точно так же, как у человека. Человек точно так же терминирован собственными воспоминаниями, получается, полностью. И они точно такие же фальшивые, как у роботов-андроидов из дикого мира. Почему они фальшивые? Да потому что то, что мы вспоминаем о своем прошлом, к тому прошлому не имело никакого отношения. Ну разве что чуть-чуть, разве что едва. Вот. Точно так же погибший ребенок в детстве для Мэйв является некоторой судьбой, которая ее всюду и всегда получается, что... получается, что всегда ее определяет. И это странный как бы результат, что человек получается чем-то в неком таком подходе, ничем не отличается от робота-андроида. Однако это не совсем так. Мне хочется сказать, что тихонечко американский многосерийный интеллектуальный сериал начинает подниматься примерно вот сейчас уже до 40-х, 50-х годов 19-го века в русской литературе. И будем надеяться, что он совершит и дальнейший рывок, и мы получим в американском художественном сериале нечто похожее на Толстого и Достоевского. Вот такова, значит, эта ситуация. Мы же, сознание, оно отличается от робота-андроида не тем, что оно вовлечено в происходящее. Девушка в белых ночах вовлечена в происходящее всецело. Тот же, как вовлечена и Дороти, и Мэйв в этом самом сериале. Вовлечены они абсолютно одинаково и совершенно безнадежно. Они захвачены происходящее. Мы отличаемся только тем, что мы к этому ситуации можем отнестись каким-то образом. Я уже как-то говорил, что на самом деле подобная ситуация не опровергает свободу человека. Ну, точно так же, как здесь роботы, они в смысле не свободны, там у человека чрезвычайно он свободен. То есть с самого начала мы стоим перед фактом признания нас, то есть рефлексия. А рефлексия состоит, что мир есть с девочками, воспоминаниями, с отцом, смотрящим в закат, с картинами, с садами лошадей, с большим каньоном, чем либо еще. А нас в этом мире нету. Точно так же, как нету вот этих самых существ. И отнестись мы к миру можем только совершенным образом. Либо пытаться, не художественным способом, то есть пытаться всячески избегать какой-то деятельности, то есть вовлеченности в мир. То есть возникает любимый русская литература и образ лишнего человека или подпольного человека. Правильнее сказать, подпольного. Почему? Потому что он не лентяй. Потому что лентяй это тоже была форма. Это еще одна влюбленная девочка, это еще одна доллара, сжидущего принца на белом коне. Это вот такова ситуация. То есть он не лентяй. То есть это попытка не работать, не делать, не вовлекаться, не создавать семьи, ничего не делать. Это и называется подпольный человек. Но эта картина, она чрезвычайным образом не художественна. Но художественная другая картина. Вот достаточно хороший, умный, по большому счету. Блогер Карпускал Анастасия Частицына, это одна из создателей известного бренда Бажана Ренска. Ну, хотя она, конечно, книга, это разные люди, да? Вот. Она, значит, пишет, что вот эта сцена последняя с Вильямом и и опять тот же самый доллар скажет, что искусственный. Зачем же ему всех убивать? Но убивать-то на самом деле как раз в том-то деле и необходимо. Я об этом без конца говорю, потому что все, что ты можем в этой ситуации сделать, это совершить некий жест отчаяния. То есть разрушить самую ситуацию. Понятно, что человек, то есть вот этот самый Вильям находится, и это замечательно показано в сериале, опять в чистом отношении с самим собой. Он не вовлечен в любовь к доллару. То есть, точнее, он вовлечен чрезвычайно, но он понимает, что то, что перед ней есть, удачно изображающая влюбленность, прекрасная девушка-андроид. И эту картину можно сломать, но и тем способом, что крушить все вокруг самого себя, и с другой стороны оказаться в ситуации на некий жест отчаяния. И в самом деле он стареет, он каждый день приезжает в этот парк, а у Долларес уже другие роли. И вот эта ситуация постоянного изнасилования, когда он должен ее взять и затащить в сарай на сеновал прямо за волосы, потом Долларес повторит это уже по отношению к нему, эту же самую картину, изнасиловать, это одно и то же. Это странная ситуация, казалось бы. То есть он всесилен, он может заставить этого робота полюбить себя, и робот этот действительно Долларес его уже и полюбила в каком-то смысле, но ему нужно вот это самое жесточание. Это как у любых, у людей, так оно и дело и происходит. Человек пытается взять силой и в каких-то неприглядных обстоятельствах тех, например, женщин, которые так его безусловно образом любят, или доказать, что перед ним является только робот-андроид, либо не живая женщина, а робот-андроид. Если он ее любит, то он обязательно доказывает, что перед ним, по большому счету, робот-андроид, и он, ну, грубо говоря, всякая мелкая дрянь. То есть, если человек, вот девушка его уже полюбила каким-то образом, то всяческим силам сделает, что, сделает вид, что она полюбила за какие-то его деньги, или она просто называется, является проституткой. Это содержание сюжета, которое разыгрывается во второй части, записок из подволи. Там, в самом деле, он произносит какую-то речь, он произносит ее перед случайно попавшейся, доставшейся ему проститутки, проститутка на следующий день приходит к нему совершенно лестно, потому что она умная, душевно одаренная девушка, и она уже готова его, все называется, полюбить, и это называется «Мой дом так честно и свободно, хозяйку новую войди». Но это как раз и невозможно. Он всеми символами делает эту ситуацию тем, что перед ним не чувство. Он избегает в этой ситуации вовлеченности, он избегает в этой ситуации смерти в происходящем. И он выносит вот эти самые замечательные ей три рубля. Тихонечко, бочком, не глотя в глаза. То же самое происходит и с этим с нашим Вильямом в этом замечательном американском сериале. Вот в том она и состоит. Он оказывается в ситуации, когда подобного рода деструктивное поведение, которым он обладает, это является ничто иное как неким жестом отчаяния. Я хочу обратить ваше внимание, что американский сериал в лице вот этого произведения одного из братьев Ноланов, да, между ними похоже соперничество, кто из них гений? Режиссер или сценарист? Ну вот пока сценарист на этом фильме соревнования выигрывает. Вот вот такова вот такова грустная истина. Человек отличается от механизма человека подобного только тем способом, что либо способен на действие отчаяния, либо на подполье. То есть сидеть, ничего не делать, быть лишним человеком выброшенным, это означает быть человеком по большому счету. И означает быть человеком, крушить, бить, ломать, отчаиваться, совершать зло самому себе, в том числе принимая окружающих людей, которые готовы тебя любить, сострадать, мучиться с тобой за простые бездушные куклы.